Добрый вечер! Отседущий приветствую участников моих пабликов ВКонтакте, Фейсбуке, моих читателей, соответственно, лиц, которые подписаны на мой канал в Ютубе, гостей данного канала, ну и просто тех лиц, которым не безразлична моя литературная, моя общественная деятельность. Значит, мы продолжаем акцию по изданию книги Григория Масесова, в которой будет указано и будет рассказано о роли армян в участии, в становлении, развитии различных отростей культуры Азербайджана. Для чего это важна книга? Сейчас вражеская пропаганда, азербайджанская, турецкая, пытаются в блогосфере, в сфере массовой информации и публикации издать как можно больше исторических неверных, фальсифицированных книг и публикаций, которые будут рассказывать и преуменьшать, или вообще девуалируют, свозят книзу роль армянского народа, что веком армяне никогда не жили в Закавказье и ничего хорошего там не сделали, хотя это неправда. Тот же город Бакуф был построен и развит в первую очередь армянским народом, и благодарны за это армянский народ получил геноцид, резню и погромы. Поэтому акция продолжается, и прошу всех неравнодушных присоединиться к данной акции по изданию книги Григория Масесова, которая в документальной форме расскажет об этой проблематике. Со мной рядом находится родной брат Григория, Эдуард Масесов, который только что вернулся из Арцаха, вернулся из Армении. Вот, и давайте в первую очередь попросим Эдуарда рассказать о впечатлениях от поездки в Арцах, в Армении. Спасибо. Впечатления самые теплые. Я последний раз был 14 лет назад и в Армении, и в Арцахе. То, что я увидел сейчас, это совсем не то, что я видел 14 лет назад. Расцветают угол города, и все столицы Арцаха-Степанакерты, столицы Армении-Ереван. Город строится. Степанакерты меня поразил просто грандиозностью строительства. Все, что строится на уровне очень цивилизованном, на уровне европейских стандартов, строится везде. Самое впечатляющее для меня было, что у каждого дома стоит или бочка с цементом, или камни, кирпичи, строительные леса. Все, город обустраивается. И никто там, все ждут изменений в лучшую сторону. И никаких там моментов, каких-то опасений или пессимизма в будущем я не заметил. За эти шесть дней, что я был в Арцахе, я был на двух больших, серьезных концертах, куда приехали из Армении артисты, местные актеры выступали. Я был на выставке художников, в детской школе. Везде жизнь кипит и в ожидании хороших, теплых перемен. То же самое и в Ереване. Ереван строится, конечно, заметно, более серьезными темпами и грандиозностью стройки, чем Степан Кертли. Это понятно. В Ереване я встретился с теми, кто давал когда-то рекомендации для издания этой книги, о которой мы сейчас говорим. Это академики, это профессора, это, в общем-то, научная и культурная элита Армении. Они все, кстати, участвовали в конференции, которая прошла в Арцахе, в которой я тоже принял участие. И со всеми я говорил, и говорил о том, что мы хотим издать эту книгу. И получил очень теплые, восторженные отклики на эту инициативу. Они готовы еще раз подтвердить, что эта книга важна, эта книга нужна, и эту книгу надо издавать немедленно. Мы уже имеем некоторые отклики на нашу инициативу. Мы имеем какие-то пожертвования на эту книгу. И благодарны тем, кто это уже сделал. И будем десять раз, сотни раз благодарны тем, кто это сделает. Книга очень важна, очень нужна. И не только какие-то из наших личных амбиций или наших личных интересов. Эта книга нужна Армении, эта книга нужна армянам. Книга очень серьезная. Через руки автора прошли тысячи документов, фотографий, подтверждение того, что армяне приняли серьезное активное участие. Спасибо всем за то, что меня слушали. И спасибо за тем, кто примет участие в этой акции. Ключи моменты. Ключи моменты. Хочу сказать еще раз всем спасибо. Проект продолжается. Ну и вот главное, вы слышали, я призываю ко всем интернет-паникерам, которые там пишут, все пропало, там все. Вот, человек идет оттуда и человек подтверждает, народ Арцаха не сломлен, борьба продолжается и он не сдается. Поэтому хватит ныть, не будьте тряпками. Вы кто, армяне или болт в стакане? Вспомните о том, что вы великий народ и прекратите истерики. Мы желаем победим и наше дело правое. Еще раз спасибо всем, кто поддержал нашу акцию. Присоединяюсь. Все. Присоединяюсь.